Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы рассмотрим, так скажем, мамку современной поэзии Веру Полосковой. В общем-то, это она, одна из первых, начала писать дерьмовые стихи и выступать вместе с ними на публике. И продавать, собственно, вот это вот. И Стефания Данилова, и Серафима Ананасова, и прочие-прочие-прочие персонажи, включая всех, кого вы перечисляли, они очень-очень тесно связаны с вот этой женщиной. Да. Она, кстати, многие уважают её до сих пор, считают её действительно очень важным автором, но это, очевидно, это Попса. Полоскова это Попса и довольно-таки низкого качества. Давайте посмотрим, что же она пишет, что же она делает. О, Полоскова прорвало, смотрите. Надо было поостеречься. Но это не Полоскова считает, правда, жалко. Надо было предвидеть сбой. Просто отче решил развлечься. И проверить меня тобой. Я ждала от него подвоха. Он решил не терять ни дня. Что же, бинго, мне правда плохо. Он опять обыграл меня. От тебя так тепло и тесно, так улыбка твоя горька. Бог играет всегда нечестно. Бог играет наверняка. Он блефует, он не смеётся. Он продумывает ходы. Вот поэтому медью солнце заливает твои следы. Вот поэтому взгляд твой жаден и дыхание, как прибой. Ты же знаешь, он беспощаден. Он расплавит меня тобой. Он сожжёт меня чёрной сажей злых волос твоих, злых ресниц. Он, наверное, заставит даже умолять его падать ниц. И распнёт ведь. Не на Голгофе, ты ведь раньше меня убьёшь. Я зайду к тебе выпить кофе. И умру у твоих подошв. Да, действительно прорвало. Да. Ну, стихотворение, как вы можете заметить, банальное. Совершенно неинтересное. Ну, оно обычное. Это просто классическая попсовая фигня, которая внимания, в принципе, нашего не заслуживает. Ну, действительно, это просто скучно. Это попса. Без каких-либо там нововведений. Но, в отличие от своих сородичей, которых Вера Полоскова породила, она всё ещё обладает одним важным качеством, которое нужно для попсовой поэдии. Она в достаточной степени лаконична. И это важно для поэта. Особенно для поэта попсового. Такс. Такс, 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 такс. Вот ещё. Опять не она читает. Ну, мы послушаем ещё Полоскову сегодня. Ну, давайте Бернард пишет, Эстер. Бернард пишет, Эстер. У меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с джесс, по ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом. В общем-то, заметьте, откуда Шибеева украла свой стиль. Да. Мы у Шибеева видели такие же, такой же стих, абсолютно такой же стих, с похожим сюжетом. Кэт называется. И в этом стихотворении тоже происходила очень похожая ситуация. Или не Кэт, я не помню. В общем-то, все эти одинаковые стихотворения, но и не суть. В общем, вся та же тема. Мужчине приписываются какие-то мысли, которые, в общем-то, как бы, о которых женщина, в принципе, знать не может. Видимо, Полоцкова хочет, хочет, чтобы мужик вот так вот думал так об Эстер. А Эстер, видимо, как будто бы она, ну, может быть, просто лирический персонаж. Ну, давайте, наверное, скрывать, правда. Бернард пишет, Эстер. У меня возле дома пруд. Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все. Сингапур. Кажется, Бернард это Ежесарбат. Берут от исландских фьордов до сомалийских руд, но умру. Если у меня тебя отберут. Опять же... Шаблон. Бернард пишет. Доход, финансы и аудит. Джип с водителем. Из колонок поет Эдит. Эдит, опеха, поет из колонок. Скидка 30% в любимом баре. Она наливает всегда в кредит. Кстати, заметьте, уже набор слов начался. У Полосковой есть такая специфическая особенность. Она бомбит тексты просто единичными фразами. В каждой строчке какая-нибудь там фраза, потом следующая фраза с ней не очень связана, и так далее, и так далее, и так далее. Но это обычно все очень короткое. Многие другие поэтессы, которые копируют и пишут намного толще, чем она. Вот у них вот такой же стиль приблизительно, наборов слов больших, таких бессмысленных. Это еще очень толсто, много, и я не представляю, как люди это слушают. Но с Полосковой еще понятно. Все коротко, все понятно, все приемлемо. Очень упрощенный стиль. А ты смотришь, и словно Бог мне в глаза глядит. Бернард пишет, мне 48, как прочим светским лишивым львам. Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных, как кегли, считаю по головам. Но вот если слова это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать, умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер. Пожалуйста, не пиши. Никакой души ведь не хватит. Усталой моей души. Ну, типа, типичная слезобожималка. Ничего интересного. Так, смотрим Веру Полоскову уже саму. Да, наверное, надо послушать, чтобы познакомились. Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни. Больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком Пахнет липкой, самбукой, табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, немые выбегают курить. Он в ботинках, она на цыпочках, босиком. У нее в руке босоножка. С отломанным каблуком он хохочет так, что едва не давится к декам. Черт с ним, с мироустройством. Все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые немые приезжают на юг и снимают себе жилье. Как старухи передают ему миски с фруктами для нее. И какое таксисты бессовестное жулье. В общем, все эти любовные трагедии какая же глупость, честно говоря. И как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье деревянное от крахмала. Как немного им нужно счастье мое. Как мало. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок. Как у загорелых улыбки белые, как чеснок. И как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак. Говори со мной о простых вещах. Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом. И как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндивевшем стекле автобуса. Протереть его рукавом. Говоря о мертвом, как о живом. Как красивые немы в первый раз целуют друг друга в мочке, несмелые, робки. Как они подпевают радио, стоя в пробке. Ну, то есть, основной эффект вот этих стихов, он должен опираться на два кита. Два кита есть. Во-первых, это вот какие-нибудь эмоции, ну, там, грусть, слезы, какие-нибудь печаль. Ну, и второй, в общем, кит, это должно быть очень знакомо. Это должно быть прямо знакомо, видно так, по-обывательски. И ничего интересного. То есть, ничего оригинального. В этих стихотворениях нет творчества. Все стихотворения, которые мы до этого рассмотрели, у современных поэтов в них просто нет творчества, в них нет творческого элемента. Это просто стихотворения. Просто о том, о чем уже писали тысячи раз. Это уже проверенные методики, проверенные технологии, выжимания слез и так далее, так далее, так далее. Мне, в общем, такое совершенно не нравится. И я выступаю против такой поэзии. Мне нравится осмысленная поэзия, серьезная поэзия, поэзия, в которой есть что-то интеллектуальное, поэзия, в которой есть что-то умное и поэзия, которая пытается что-то донести. И, кроме того, мне нравится поэзия, которая действительно что-то открывает, что дает мне узнать то, чего я когда-то и не знал. Вот все, что вот здесь происходит, как бы мне уже было известно лет, может, с 14-15, и это просто было нормой, как бы. Сейчас уже, когда, как было, в настоящем возрасте, я не вижу в этом никакой ценности, я не понимаю, как люди могут видеть в этом ценность. Они все это уже знают, они все это читали, они все это видели в других произведениях, литературных, в кино, в сериалах, все одно. Как несут хоронить кота в бубной коробке, как холодную куклу в тряпке. Как на юге у них звонит, они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело, дыша мамы, все в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами. Слишком чудесные, простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне о том, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать, читает Терезу Батисту, уставшую воевать, закатывает глаза, чтобы не зареветь. И как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрии, чтобы казаться старше. Или как я ношу модные круглые очки, чтобы казаться тупее. Чтобы нравится билетерша, вахтерша, папина секретарша. Но когда садится обедать с друзьями и передается сплетням, он снимает их, становясь почти 17-летним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивают. Почему-то одна фотография, где вы вместе, всегда не резкая. Так одна из смс делается эпиграфом долгих лет унижения. Как от злости челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль, дорогишины. Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими? Короче, набор каких-то стандартных символов. Вот в этом стихотворении нет структуры. Астахова нам тогда показывала в прошлом видео виртуозное владение структурой. То есть, у нее было преимущество в том, что она умела делать структурные стихотворения по одной теме. У Полословы несколько другой стиль. Она в данном случае собирает наборы фраз. А все равно вы видите вот по ходу как накапливаются вот эти вот фразочки дурацкие, маленькие и все они типа знакомые, и все это типа нему. Но, на самом деле, у этого нет единства. Почему у тех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сали? Я против. Против того, когда люди называют ненависть против украинцев. Мне это не нравится определенно. Почему с вами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно никогда не дописали? Степана очень честная и не любит про насущные темы говорить. Да. Скажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы? Сети актрисы, митрессы, разные мудотрясы, жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху, расскажи мне, как на духу, почему к красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса? Почему мы куски бессонного, злого мяса? Или лучше о тех, у мыса, вот они сидят у самого моря, в обнимку, ладони у них в песке, они решают, кому эти руки мыть и спускаться вниз, просить ножик у любаков, чтобы порезать дыню и ананас. даже пахнут они гвоздик или анис совершенно не нами, значительно лучше нас. да, такое себя. Ну, собственно, я не понимаю, насколько нужно быть с человеком незнакомым .